Это был, пожалуй, самый тревожный рейс за все время работы, рассказывает водитель 37-го автобуса Денис Трифонов. Внезапно одному из пассажиров стало плохо. 43-летний мужчина вошел в салон возле филармонии, оплатил проезд и сразу направился к выходу. Но тут пассажиры заметили, что он побледнел, а потом и вовсе потерял сознание. Пассажиры, кондуктор начали вызывать скорую, но то ли телефон никто не брал, то ли занят был. В общем, никак не дозванивались мы и решили, так как дорожная клиническая больница была, грубо говоря, в трех остановках, решили, пока продолжить движение, в надежде на помощь, что там окажут ее. По инструкции в такой ситуации положено остановиться, вызвать скорую и полицию и ждать на месте. Но водитель решил немедлить, чтобы не терять драгоценное время для спасения больного и направил машину без остановок в сторону ближайшей больницы. Пассажиры отнеслись к этому с пониманием, все пытались помочь, но, к сожалению, спасти человека не удалось. Подъехали к больнице, потом пассажир побежал быстрее вызывать врача. Мы все это время находились в салоне. Потом он прибежал без врача, то есть не знаю, что ему ответили, мы как бы не в курсе. Потом пошли еще человек пять в больницу, чтобы все-таки кто-то пришел на помощь. Побежали, потом уже пришла врач, то есть мы ожидали врача, она пришла, прослушала, и с ней пришла медсестра, кто-то, мы не знаем. Вот они начали прослушивать и сказать, что он уже мертв. Медики и полицейские пока воздерживают от комментариев, ожидая окончательных результатов экспертизы. Чтобы установить точную причину смерти, необходимо время. Но уже ясно, что и водители, кондукторы, пассажиры сдали, может быть, самый важный в жизни экзамен на благородство и чувство ответственности за тех, кто находится рядом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События.